Короче говоря, первое свидание Короче говоря, наступило 8 марта Я быстренько проснулся, ведь сегодня не только международный женский день, но и первое свидание с моей девушкой Я быстренько умылся, тщательно почистил зубки и одел свою счастливую футболочку Потом попрощался с дружбаном Владиком, оделся и пошел на свидание Очень быстро я добрался в кафе, в котором зарезервировал столик Разделся и стал ждать свою любимую Малыха опоздала всего-навсего на 3 часа Но когда она вошла в кафе, время как будто остановилось, как и мое сердечко Девушка поздоровалась, я сказал привет в ответ и потянулся поцеловаться Девушка сказала, что еще рано целоваться и усадила меня на диван Я не растерялся и как джентльмен сказал, присаживайся рядышком А потом достал заранее подготовленный букетик гостичек Так, я не поняла, это ж обычные гостики, я достойно роз Я же королева Сказала девушка и кинула цветы на стол Хорошо, что я хорошо подготовился Вот малышка, это северно-африканские пионы Они стоят 200 баксов за штуку Блин, очень дорогие, держи А северно-африканские-то конечно хорошо, но южные дороже на 200 баксов Лучше бы их подарил Вот блин, не угадал Хорошо, любименька, секундочку Вот, самая милая мягкая игрушка Что мягкая игрушка? Да у меня на них аллергия, убери от меня ее И вообще, я кушать хочу, ты будешь что-нибудь мне заказывать? Да, любимая, я позвал официанта и сделал заказ А когда официантка принесла нам наши вкусняшки, девушка сказала мне Ну что, у тебя там подарки еще есть или это все? Ха-ха, конечно же есть, любимая Один секундомерчик Я достал из пакета 11 айфон с двумя камерами и подарил ей Что за старье? Айфон с двумя камерами, я хочу Pro Max с тремя Я был готов к такому повороту событий и достал заранее подготовленный, купленный в кредит айфон Pro Max с тремя камерами Девушка сказала, что айфон это, конечно, хорошо, но чего-то на пальчиках не хватает Сделав глоточек кофе, я сказала, малышка, я знал, что тебе нужно кое-что подарить Вот, золотое колечко Это что, обычное золотое кольцо без бриллианта? Я такое носить не собираюсь Тогда я достал еще одну коробочку с сюрпризом и вручил ее моей любимой девушке Хм, я надеюсь, здесь алмазы и бриллианты? Это были эксклюзивные серьги из черного жемчуга Ну вот, молодец, можешь, когда хочешь Ну ты знаешь, цветы, айфоны, кольцо и сережки, это, конечно, хорошо, но лучше деньгами Мне стало немножко грустно, потому что я вспомнил, что вчера продал свой единственный биткоин, чтобы купить все эти подарочки Ну ладно, остаток денюшек подарю тебе Вот, глазки моей девушки засверкали, как алмазики Ну вот, теперь ты точно заслужил поцелочек Все плохие мысли о проданном биткоине тут же улетучились Когда наше милое свидание подходило к концу, официантка принесла мне счет 3820 рублей Так, где тут мои бабки? Раз, два Пересчитав все оставшиеся деньги и даже копеечки, я понял, что мне не хватает Любименькая, не можешь мне добавить 20 рублей? Мне не хватает Что? Ты хочешь, чтобы я оплатила своими деньгами? Знаешь что? Не звони мне больше, чепушила Девушка встала из-за стола и начала собирать подарочки, даже не обращая внимания на мои мольбы остаться Потом резко остановилась, вспомнила, что забрала не все подарки, вернулась за пушистиком и сказала пока, нищеброд Короче говоря, вот такое вот первое свидание на 8 марта, блин Как не стоит вести себя детям? Дочью говоря, это был обычный день Я как раз закончила готовить вкуснейший плю и позвала мою малышку кушать Малыш, кушать! Кушать, я сказала! На кухню зашла моя пухля бородатая, одетая, как нынешняя молодежь Мне стало смешно, я спросила, зачем он так оделся и зачем ему фальшивые баксы Малыш возмутился и сказал, что это настоящие баксы И сказал, что больше не надо его называть малышом, он теперь супер рэпер Гриша Штерн Гриша Херн! Пошутила я и сказала маму садиться за стол, плов стынет Бородатая пухля сказала хорошо и умастилась за стол Ну чё, ма, ёл, давай свой хавчик Не хавчик, а вкусный плов от мамули, на! Ма, корми меня! Чё это я тебя должна кормить, ты уже взрослый, не буду ничего делать Ах так? Тогда, тогда я расскажу папе, что ты постратила остатки его зарплаты на всякие бьюти-штучки и косметику! Открывай ротик, мой супер пухлый рэпер, буду кормить тебя Давай, ложечку за маму, ложечку за папу О господи, что за маленький поросёнок? После того, как мой малозатый пухлик наелся, он сказал, чтобы я достала спрятанный мною его айфон и дала ему поиграть Я сказала, что никакого айфона он не получит, потому что он ещё наказан за прошлую проделку Ах так? Тогда я расскажу папе, что ты зажимаешься с дядей Валерой! Какой дядя Валера? Я не знаю никакого дядю Валеру Ага, сейчас вот с этим Валерой! Так никому ничего не надо говорить! Вот твой телефончик! Ага, телефончик, вот так бы сразу! Теперь целую неделю убью на прокачку персонажей, блин! Ой, что же делать? Самое главное, чтобы моя бородатая пухля ничего не рассказала мужу! Умри, умри, мерзкий гоблин! Кукурузка моя, я тут хотела тебя спросить Ну что, мама? А ты точно папе про дядю Валеру и про косметику не расскажешь? Будь спокойна, мамуля, ты же мне телефон вернула, я ничего не расскажу, так что иди, я буду спать! Окей, ёшки, спокойной ночке, спи спокойно, пока-пока, пока-сики! Пока мой пухлый малышулька ложился спать, я с облегчением вздохнула! Фух, наконец-то усынула! Так, стоп! Я моего мама, я взрослая, и этот малолетний писюн меня шантажирует и дрыхнет там сейчас! Да я столько компроматов знаю на эту малолетнюю писюху! А ну, хоро и спать! Так, хоро и спать! А ну давай вставай, шантажист малолетний! А, шо? Шо случилось? Шо произошло? Так, быстро отдал мне свой мобильный телефон и сел делать домашнее задание! А, шо это? Того это? Если ты сейчас не сделаешь все, что я тебе сказала, то папа узнает, кто разбил его коллекционную норвежскую бутылку пива! А еще я расскажу, кто по-настоящему разбил его машину! А, нет, мамочка, не надо! Вот телефон! Ммм, нормально! А теперь садись сделать уроки, я сказала! После того, как я следует на него наорала, высказала все, что я думаю о этой бородатой пухле, он быстренько сел и сделал все уроки! Я послал ему воздушный поцелуй и побежал на кухню! Значит, ты сейчас идешь со мной на кухню? Мы с тобой и Валерчиком поговорим! А ты жди! Я и мой армейский ремень скоро вернемся! Вот блин, шантаж не действует вообще ни в каких проявлениях! Но пока малыш танцует танец маленького засранца для папы, пожалуйста, поставь лайк этому видео, давай соберем 20 тысяч лайков! Тебе ж не сложно! И не забудь оставить клевый комментарий и посмотреть еще пару смешных видосиков! Без лишних слов, мой день Б начался с банки безумно холодной, безвкусной бабуни! Буду завтракать! Бананы из Бангладеша! Самый бравый завтрак для блестящего боя! Что-то забубукало в животике! Будет лучше, если я булькну боржоми! Бульк, бульк, бульк! Мой животик буркнул, благодарю! Без 15 и 5 было на часах? Когда в дневной звонок начали бешено звонить! Бабуля! Быстро подумал я! Но это была не бабуля, а безрукий человек! Он что-то пробормотал и бросил в меня бумагу! Какой бескультурный безрукий парень! Подумал я! И закрыл дверь! Бумага оказалась белой! И на ней было написано какое-то слово! Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ! Вдруг большое беспокойство образовалось внутри! Надо пообедать, будет легче! Баночка божественной нутеллы и банан! То, что Бог прописал для того боя, как я! Но беспокойство еще оставалось где-то в моей башке! А, Брось, ты так беспокоится! Сказала мама! Будь на релаксе, как будто на Бали! Бали, это хорошо! Мама взяла бумагу, которую принес безрукий грубиян! Баранчик мой бородатый, ты не дочитал! И дала ее мне! Б-б-будешь со мной дружить? Блин, кто же пишет такие бестолковые записки? Будешь ужинать! Буду! А что? Безумно вкусные чипсы бананов! Блинский краблинский, это же самое любимое блюдо! И березовый сок, чтобы ты всегда был здоров! Я поблагодарил маму и безумно уставший побрел спать! Короче говоря, вот такой день Б! А пока я танцую безумный танец Бомбалейлу, давай соберем 10 тысяч лайков под этим видео! Для этого нужно поставить лайк и поделиться видео с друзьями! А если ты хочешь еще поржать, тогда посмотри другие наши видео бородатой семейки! Пока! Федька, привет! А какой у нас сейчас урок? Здорово! Сейчас урок английского! А, английский это легкотня! Я уже два года посетки в Браустан и в Фортнайт с америкосами рублилась! Ха-ха! Вот маунинг! Силдренс! Братюй, а что на базарик? Я не разобрал, но вроде говорит, что в морге была! Так, я не поняла! Учитель в классе, а вы все сидите! Everybody stand up! А, окей! Значит, слушайте! Приходит как-то Вовочка в школу голый! Бородатиков, что ты несешь? Так вы же сами сказали стендап рассказывать! Господи, дай мне сил! Sit down, Бородатиков! Так, я не понял! Это что такое? А что учителям можно обзываться? Малой, Малой, лучше садись! Не буди в Чупакабре Анатольевне зверя! Блин, братик, ну она меня Дауном назвала! Да совсем обнаглела! Так, на прошлом уроке я задала вам хомворк! Кто готов отвечать? Малой, слышь? А что это она тебе сплатила? Спрашивает, кто Унтика смотрел? А, так я вчера все сезоны пересмотрел! Я готов отвечать! О, Балаболов, отлично! Вставай, отвечай! Значит, это Баба Капа и Дед Сыр-Суня решили приготовить варенье из цифек! Балаболов, ты что за хрень несешь? Так это Лутика пересказываю! Вы же сами спросили! Так, Балаболов, мне это надоело! Садись, два! Блин, да что это подстава? Малой, за грозами после уроков людей получит! Да ну, братик, это она просто придирается к тебе! Так, следующий к доске пойдет Берт Бейби! Блин, почему на английском языке мое имя звучит так тупо? Я сейчас буду говорить слова на русском, а ты будешь переводить их на английский! Хорошо! Собака! Дох! Горячая собака! Хот! Дох! Правильно! Футболка! Вы тоже заметили? Это моя любимая! Ну и что же она любимая? По-английски как будет футболка! Фокачо! Шо? Фокачо! Фокачо! Какое в рот! Мне ноги фокачо! Так, со словами у тебя плохо! Давай попробуем предложение! Я люблю ходить в школу! Ой, может вы что-то полегче спросите, а то на эту легкостью все ответ знают! Ха-ха! А ты знаешь? Я? Нет! Ха-ха! Ладно! Давай последнее предложение! Давайте! Только если я отвечаю правильно, вы мне сразу самую лучшую оценку ставите! Если ответишь правильно, поставлю! Спрашивайте! Меня зовут Малыш и мне 10 лет! You are old bitch! You are old bitch! Что? Вы что, глухая? Она что, глухая что ли? Я говорю, you are old bitch! Какой нахрен старый пляж? Родители школы! Лучный день! Мама вернулась из магазина с полными пакетами вкусняшек! Вкусняшки! Они манили меня как пчелку на мед! Так, посмотрим, что у нас тут! Черничка, грушка, яблочко! Пока мамулька упаковывала холодильничек, я упаковывал в себя вкусняшки! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! А-а-а! Ты что, они же не мытые! А-а-а! Ой, что же будет? Там же тысячи бактерий и паразитов! Ой! Ой, мамочка, что-то у меня животик болит! Ой! Я так и знала! Срочно к доктору! Сказала распсихованная мама! А через полчаса в больнице! Я зашел в приемную врача и поздоровался! Врач поздоровался в ответ и сказал, проходите! Через боль я покатился к врачу! А что у вас произошло? Что болит? У меня болит животик! Откройте ротик! А-а-а! Так, ну что, понятненько! Ложитесь, я сделаю снимок у вашего животика! Я согласился и лег! Ай-яй-яй-яй! Я так и понял! Вы ели немытые вкусняшки немытыми руками! У вас черви! И вам незамедлительно! Нужно сделать операцию! Эта новость слегка меня расстроила! Но одеваться было уже некуда, потому что врач одел свои перчатки для операции и сказал... Ну уж приступим! Успокаивала только одна мысль, что мама за дверью переживает точно так же, как и я! Во время сложной операции врач достал несколько опаснейших прозрачных кишковых ленточных червей! Мне пару раз поплохело! Когда последний червь был удален, врач сказал, что нужно простирнуть желудочек! Два-три раза! Я не мог отказаться от такого предложения! Врач приступил усердно полоскать и стирать мой желудочек и другие органы! Вскоре большая стирка была окончена, что не могло не радовать меня и мою мамульку! Молодой человек, вы держались молодцом! Вот, держите полупрозрачное яблоко! А оно мытое! А-а, ну конечно! Молодец, что спросил, но... Спасибо! Уважаемые друзья, на немитых продуктах и немитых руках всегда очень много бактерий и паразитов! Поэтому перед тем, как попробовать вкусняшки, которые принесла домой мама, нужно помыть руки! И вкусняшки тоже! Иначе в животе заведутся черви!